Ге-гей, всем здрасте! Мы приехали кататься! Че, кого? Так, а теперь серьезно! Ну, здрасте! Мы в поселке Горьковском и сейчас поедем кататься. Этот маршрут мы планировали как общую покатушку для нас и друзей, ну и всех, кто приедет. Но так как самоизоляция, мы решили самоизолироваться от всех и покататься по этому маршруту одни. Ему не стыдно! Сегодня, помимо всего прочего, помимо покатушки и прочего вот этого, я буду сильно бомбить на страву, которая решила закрутить гайки и стать платной. Я, конечно, не порицаю их желание стать чуть более богатыми, чем они были. Времена тяжелые, все понятно, но они мне не предложили ничего интересного, за что я готов заплатить. Об этом я еще расскажу. Какой колоритный, мама не горюет. Тебе еще сомбреро. Ну все, водичкой затарились и потихонечку поехали. Основной маршрут сегодня не бог весь какой большой, там километров 60-70, где-то так. Ну, собственно, недолго мы страдали на ровном, хорошем асфальте. Начался замечательный гревел! Жалко, Николай с нами не поехал, он был бы отдельно рад гревел тайму. Мы миновали некое СНТ, которое было закрыто шлагбаумами. Мы, честно говоря, не сильно уверены, что нам можно было проезжать, но мы проскользнули незаметно, и вот, едем через лес. Что хочется сказать про Страву? Ну, то есть, кто не знает, да? Страва это замечательное приложение, которое позволяло там строить маршруты, ездить по ним, просто трекать свои покатушки, иметь какие-то базовые понимания о том, какая была средняя скорость, какая была скорость там, максимум, минимум, но в основном приятное и нежирущее аккумулятор приложения. Некоторые фичи стали вдруг платными, например, конструктор маршрутов. Тут надо отметить, что конструктор маршрутов был хороший, не отличный, не идеальный, хороший. То есть, сама карта была, на мой картографический вкус, так себе, но она была приемлемой. То есть, став платной, она стала хуже. То есть, например, довольно важный ориентир, такой, как железная дорога, с этих карт просто выпилили начисто. И вроде бы более-менее знакомый Выборг, но я там искал вокзал довольно долго, чтобы ткнуть туда функцион финиша. И я считаю, что это неправильно. Нас всех попросили внезапно 4 тысячи рублей за год, но дали попробовать 60 дней. То есть, я пообещал, что заплачу, но, судя по всему, платить я за отсутствие отсутствие вменяемого конструктора, бесплатного, не буду. Поэтому я дезертирую на комут, скорее всего, пока он еще бесплатный в плане составления маршрута. Ты что, опять? Нет, теперь он накачивает. А, я забыл сказать, у нас сегодня очень крутой тест бескамерных колес. Пока что тест проходит успешно. Хотя выглядит, как будто нет. Мы уже спустили колеса и накачали колеса, а проехали еще десяточку только. Но это было специально задумано, а не просто так спущено. Это все очень серьезный тест. Серьезная аналитика, которой никакой другой канал с вами не поделится. В прошлый раз у меня были проблемы с камерами, поэтому я решил их радикально отказаться от камер вообще. При этом он с собой взял две на всякий случай. Ну, как в анекдоте, случай бывает всякий. Дедовский смех. Замечательнейшая гравийная дорога с кучей ям. Все, как мы любим. Вообще, нам сегодня очень повезло с погодой. Ну, в принципе, как повезло. Уже пора! Украинские коллеги давно уже в путешествия скатались и в шортах катают. А мы еще нет. Вот, где-то третий день, как тепло стало. Субтитры создавал DimaTorzok полетал, поснимал, как красиво наши едут. А теперь догонять. Главное, чтобы не потерялись. Вот они сейчас будут пересекать трассу Скандинавия. А я хотел в этом году пересечь полуостров скандинавский. Поэтому только пожрать бы. Пока что тест без камерки проходит как-то очень медленно. Тут проблема в том, к сожалению, что как бы я уверенно еду там, где твердо, а вот там, где песок, я очень не уверен в себе. И я, кстати, на контактах еще ни разу не падал, и я прям вот уверен, что сегодня у меня есть такая возможность. Я тоже еще не падал на контактах на песке, и мне тоже кажется, что сегодня будет дефлорация вот этого вот. Мы сейчас в поселке Карельский Бриз, и сейчас я скажу Виктору слово 300. Отсоси... Макс решил запустить дрона. Лошадок покошмарим. Скажите пару слов на камеру. Нет у меня пары слов. Цензурных нет. Прямо страшно приятное здесь место в Карельском Бризе в плане вот так приехать, немножечко почилить на полянке, на детской, вот на этой вот с грибами, всем вот этим вот. Что, если будете проезжать, заезжайте, здесь прикольно. Ведите себя как люди, а не как с Индией местные не будут против вашего нахождения здесь. Это не точно, но я почти уверен. Вот по таким местностям катаемся сегодня. Поля, дороги, грунты. Вот это я понимаю. Вот это класс. вот это я понимаю дорога. Чуть не упал. Все. Найехал. Короче, там участок с очень зыбучим песком. Злозыбучим, я бы даже сказал. И Арсений совсем зазыбучился в нем, зазыбался. Зазыбался. Он зазыбался в этом песке и сейчас придет. Зазебанный. Короче, без камерка. Я думаю, дело не в без камерке. Тихо. Вообще не оправдывает свои деньги. Зазыбался. Аня упала. На спуске короче, Аня чебурахнулась маленько. Все, все со всеми в порядке. Никто не пострадал. Красивичный лес. Очень красивичный. Ну и мы не могли не выйти к местному озеру, которое вот такое симпатичное. Они опять гундят, что здесь, короче, плохо убирают за собой люди. Я, честно говоря, уже устал на это гундеть, потому что явно бесполезно. Люди все равно засирают те места, где отдыхают. Я думаю, это какая-то болезнь. Свиновирус. Засранка. Засранка. Рыбалка-имитатор. Почему рыбалка-имитатор? Вон поплавок. Еще леску надо. Я тебе, конечно, верю. Разве могут быть сомнения? Все испортил. Рудничок. Классная дорога. Сначала переносим велик, потом с великом пролазим. Это называется циклокросс. Еее, мы циклокросс... Че мы? Циклокроссеры. Циклокроссеры мы. Все, мы вернулись на асфальт. Следующая основка у нас в поселке Первомайский. Здесь такой маршрут у нас получился очень сбитый. Особо не много всяких интересных вещей, но на самом деле их довольно много здесь. Мы просто заезжаем не на все. Если все целенаправленно по этому маршруту искать классные места, то особенно военных здесь будет в избытке. Жесткая горка в Первомайском. Едем из последних сил. Дыхание перехватывает. Дышите громче, чтобы было более страданческое. Правда, подумала. Да. Ты че? Я надышал. Ну вот мы в каком-то смысле на вершине мира. Здесь очень высокое место, в которое мы сейчас въехали. И видно буквально вообще вот все-все-все-все-все вокруг. Весь рельеф просматривается очень здорово. Сейчас мы пойдем мстить горке и встречать с нее вниз. Будем надеяться, что она не отомстит нам. Поехали. Немножко перекусили и теперь отсюда гоним уже вращено. Опять-таки не спеша, потому что у нас совсем неспешная погодуха сегодня. Как вы можете наблюдать, единственный из зверей, кто без маски, это поросенок. Не будьте поросенками и соблюдайте режим самоизоляции и масок. Вот дот. И вот дот, да. Проходила линия обороны Кевинаппа. И вот здесь одно из сооружений, которое на этой линии... О, блин, сейчас упаду. Которое на этой линии было. Оно совсем недалеко от поселка Первомайской. Вот. Если будете ехать, то в сторону Рощина оно, получается, справа будет от дороги. Вы как можете видеть сверху, это довольно здоровая штука. Мы точную информацию по этому месту давали во втором велоблоге. Ссылка будет в описании. Но, по-моему, это полукапонир. А можно перевод в ютубеньки? Нет. Гугли. Кто интересуется военной историей, всем вот этим, я думаю, вам будет здесь что посмотреть на этом маршрутике. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Ну, вот, ехали мы, ехали по всяким разным долбиням и после непродолжительной езды приехали в Рощино! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Потусовались на дамбе, немножко закупились в пятерочке. Следующий пункт назначения Линдоловской рощи. Глянем, что там, если не закрыто, немножко катнем. Если закрыто, проедем мимо, что логично. Арсений бросил меня с тремя лосями! Субтитры подогнал «Симон»! Немножко по здоровью покинул нас на сегодня. У него было не очень приятное падение незадолго до покатухи. И он еще не полностью восстановился. Арсений, слово тебе! Короче, я откололся от ребят, потому что у меня болит нога после падения на прошлой неделе. Однако, я опоздал на электричку на одну минуту. У меня есть два варианта. Первый – это дождаться в следующую электричку в Рощин. Но она будет только через час. Вариант номер два – доехать до Зеленогорска и сесть на электричку там. Какой вариант я выбираю? Конечно же, поехать в Зеленогорск. Когда мы прощались, Макс сказал, чтобы я записал дорогу домой. Как знал собака! Итак, если кто забыл и не смотрел выпуск, который будет по вот этой подсказке, то поселок Рощина назван в целом в честь рощи, которая здесь есть рядом, то есть Линдуловской рощи, куда мы сейчас попробуем заехать. Проехал Душково до Зеленогорска, ну, до вокзала, 8 километров. И тут опять-таки два варианта. В 17.42 будет «Ласточка», которая до Петербурга дойдет на 27 минут. А в 18.01 обычная электричка, которая, с вами до Петербурга, дойдет. За час. В принципе, не вижу причин не успеть на «Ласточку». Придется топить. Здесь, конечно, намного красивее осенью, когда хвоя на лиственницах опадает, желтое, все здесь вокруг очень красиво. Но, тем не менее, весной, здесь вот сейчас, в конце мая, здесь тоже очень здорово. Куча народу, несмотря на то, что всякая там самоизоляция, все вот это вот. на велосипедах местами здесь, конечно, не очень комфортно на велосипедах, местами совсем некомфортно, но в целом проезжаемо. Единственное, надо палить людей, детей и собак. И вот так, сделав небольшой кружочек по Линдуловской рощи, мы продолжаем асфальтированное путешествие. Следующий пункт мыс в Афинском заливе. Тем временем осталось 4 километра. У меня есть все шансы успеть на лампочку. И мне это нравится. Путь к мысу не очень простой. Легко можно заплутать в хитросплетениях местных троп. Это вот, за мной, черная речка очередная. А впереди, собственно, нужный нам мыс. Туда и двигаемся. Но просто туда непросто попасть. Итак, на часах 17.21, ласточка в 17.42, а я уже в вокзал в Зеленогорске. Фух, потрясло нас, конечно, по этой, вот по этой дорожке, но игра стоила свеч, я считаю. Ань, каково или каково? Каково. Хе-хе-хе. Сначала может показаться, что здесь дофига мусора плавает в воде, но это все мальки. Все мальки. Обмазывание мальками. Лечебное. Да. Очень круто. Покидаем красивый мыс в эту красивую погоду. И следующий пункт у нас Зеленогорск. Тут вдоль залива на пляже такие запахи, это просто капец. Мясо, шашлычок. Я сейчас как рок-фор просто из Чападелла. Полечу туда, бросив велосипед. Мяску люди едят. Дорогу размыло, милорд. Опять. Хо-хо-хо. Катастрофа прям. Прям ого-го. Неужели такой паводок был, что прям вот так размыло? Ну, как вы поняли, я с коллективом на сегодня расстался, потому что они, ну, кто-то подустал, кто-то еще не в очень форме. Я хочу сегодня, наконец, попасть в одно место. В котором все никак не могу побывать. Так, ну что, я почти приехал домой. Только, кстати, уже в электричке заметил, что я с вокзала Рощина забыл снять маску. Масочный режим. Все по науке, по красоте. Жалко, что я не смог закончить наш маршрут. Ну, нога, честно говоря, прям ноет. Особенно после моего марш-броска от грузовика. Бескамерка отлично, седло Брукс отлично, новый велосипед отлично. Я жив-здоров. Цел прикольная дорога, плюс практически от самого Зеленогорска пробка в сторону Петербурга. И я еду такой ля-ля-ля. Все, я на месте. Вот она, экологическая тропа на Сестаревском болоте. Думается, это же рядом. Я все не мог сюда попасть. Сейчас, короче, покатаемся, поглядим, что здесь наконец-то. Здесь, на болоте очень здорово. очень тихо. Есть только природа, и где-то далеко-далеко шумит дорога. Вот если выключить дорогу, будет вообще замечательно. в принципе, прийти сюда и немножко поабстрагироваться вполне здорово. Наверное, чуть позже здесь поднимется огромная туча комарья, и здесь будет не так комфортно вечером, но сейчас вот прям хорошо, прям классно. Субтитры короче вот здесь вот на сестровецком болоте я один завершаю сегодняшний видео выпуск отлично покатались проехали ну то есть по основному маршрут на километров 60-70 не больше у меня конечно получится побольше но это не суть важно как бы я сегодня хотел накатать чуть больше чем предполагалось то есть сотку я сегодня уже накатал сейчас я все старорецкий пока тусет наверное будет километров 140 неважно неважно все что будет все мое у аист 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 ну собственно вот на этом все подписывайтесь ставьте лайки все сами прекрасно знаете большое спасибо за продвижение наших видосов что всем до свидания мы еще будем кататься и хотя бы по ютубу возьмем вас с собой все пока